Весна входит в свои права, реки освобождаются от льда, снег начинает таять в лесах и полях, и ситуация на водоемах нашей области в ближайшее время может обостриться. Именно на эту тему собралась областная комиссия, основными докладчиками на которой были представители регионального МЧС. Одна из главных проблем обсуждения – ситуация с рыбаками на Горьковском водохранилище. В окрестностях Юрьевцы и Пучежа ежегодно собирается огромное количество любителей подледного лова. В апреле в районе деревни Юрьево-Юревецкого района на лед выходит большое количество любителей лова рыбы. В выходные дни число может превышать 2-3 тысячи человек. По многолетним наблюдениям, отрыв льдины происходит в начале третьей декады апреля. Рельеф местности и состояние грунтового покрытия береговой линии не позволяют подъехать непосредственно к воде, а реагирование на чрезвычайную ситуацию, связанную с угрозой жизни людей, должно быть незамедлительно. В последние годы ситуация со спасением оторвавшихся на льдине рыбаков относительно стабилизировалась, в основном за счет мер по предупреждению и оперативному реагированию. Последний массовый отрыв произошел в 2011 году, когда вниз по течению отправилось 165 человек. В этом году, по прогнозам Росгидрометцентра, пик поводков Центральной России придется на начало апреля. В связи с этим возможно подтопление ряда населенных пунктов нашего региона. Где-то смоют мосты, где-то будут подтоплены дороги. Но спасатели заверили, ни один из населенных пунктов не останется без транспортного сообщения. Экстренным вопросом на комиссии, внесенным во время заседания, стала трагедия в Казани. Крупный пожар в торговом центре, унесший несколько жизней. В нашем городе в 2010 году был подобный инцидент, когда загорелся дом быта. К счастью, в том пожаре никто не пострадал. За несколько лет ситуация улучшилась, в основном за счет строительства новых центров, оборудованных по последнему слову техники. Но проблемы остаются. Самым проблемным объектом указанной категории по-прежнему продолжает оставаться торговый центр «Дом моды». Так как на протяжении длительного периода времени, несмотря на штрафные санкции, нарушения требований пожарной безопасности не устраняются. По ожиданиям спасателей, этот год не должен принести неприятных сюрпризов. Но во многом безопасность каждого зависит от собственной осмотрительности и благоразумия. Александр Руденко, Денис Денисов, РТВ Иваново.